Доброго утра! Еще раз представлюсь. Меня зовут Мишенька Александр. Я в данный момент нахожусь на должности технический специалист компании «Дана Гипс». Сегодня мы с моим коллегом Александром Жариновым вам расскажем о уголовой механизации и нюансах при ошкуривании финишных паз, не только финишных пазов. В общем, поговорим об ошкуривании шпаклевок. Начнем мы с малой механизации. Что такое малая механизация? Это нанесение шпаклевок валиками. То есть это как такие валики для нанесения шпаклевок. Они вполне себе ускоряют работу и при помощи такого нехитрого инструмента можно достичь, ну то есть ускорить свой рабочий процесс, ускорить выработку и облегчить себя жизнь. Также чем хорошо такое нанесение, то есть у вас полимерка, в чем ее особенность? Она должна держать равномерных слоев, держать подслойного отраслоения, и при нанесении валика вы можете когда-то стичь этого эффекта, что у вас будет шпаклевка держать их не ковров. Александр, поможешь мне? Пока я буду показывать, расскажешь. Да, сегодня будем носить готовую полимерную шпаклевку ProSpray, это накид ProSpray. Это, как мы уже говорили, финишная полимерная шпаклевка, самая плотная в нашей линейке, то есть для тех, кто любит плотные, долгослойные продукты, соответственно, вы можете брать, спокойно использовать, вы будете получать очень высокое качество поверхности. К небольшим особенностям этой шпаклевки нужно отнести тот факт, что из всех наших материалов она чуть тяжелее шлифуется, то есть больше усилий требуется для этого, но здесь есть такая зависимость. Чем плотнее материал, тем тяжелее он шлифуется. Чем плотность материала, жесткость и качество итоговой поверхности меньше, тем, как правило, он шлифуется меньше. Сейчас на примере, соответственно, приклеивания степла холста мы будем показывать, ну, вообще, это как один из вариантов, да? Да, ну, это демонстрация, где можно применить нанесение валиком. Какие нюансы здесь есть при таком способе наклейки? То есть у вас должно быть обязательно загрунтованное основание, для того, чтобы уменьшить впитываемость основания, и у вас шпаклевка подольше жила на стене, и вам было время работы, ну, то есть, ну, увеличить время работы. И, как бы, второй нюанс, что все-таки лучше такие операции выполнять как минимум вдвоем. То есть одному будет сложновато все это сделать, особенно если у вас большая какая-то стена, то лучше вдвоем с напарником это все. Ну, по крайней мере, когда нет опыта начинать, по крайней мере, тоже нужно, ну, обязательно нужно вдвоем, одному проблематично сначала. Но потом, когда будет нитераться уже темп, можно, в принципе, и одному выполнять эту операцию. Как, есть ли какая-то особенность подготовки материала? Нужно ли добавлять воду? Да, если, ну, как бы, во-первых, сначала надо размешать шпаклевку и посмотреть. То есть, изначально, когда шпаклевка вы открываете, она может вам показаться, ну, несколько густой. Но при размешивании она все равно будет уже немножко пожиже. Ну, то есть вы поймете, если у вас и эта консистенция не устроится, в принципе, допускается туда добавление воды не больше 5% на общий масло. То есть можно добавить тоже. Будет удобнее работать. Ну, опять же, повторю, что основное, это момент грунтования поверхности, для того, чтобы поверхность меньше оттянула влагу и шпаклевка больше оставалась пластичной на основании. Тем самым мы снижаем впитывающую способность основания и увеличиваем открытое время работы шпаклевки, пиевого слоя шпаклевки на поверхности. Что еще можно добавить? Но если обратите внимание, по сути, валик – это инструмент для переноса материала из ведра на стену. Перенос материала из ведра на стену – это один из самых трудоемких таких этапов в работе маляра. То есть здесь как раз выполняется такой, не требующий высокой квалификации, но требующий больших усилий затрат. А валик, он это облегчает этот процесс, ускоряет, понятно, что безвоздушное нанесение еще больше эту задачу облегчает. Но сегодня не будет. Какой еще немаловажный нюанс есть при нанесении валика? Некоторые берут шпаклевку и пытаются ее раскатать как раз. То есть этого делать не надо. Надо вот, ну, как бы, накидал и потом, как это, разликнул, перераспределил материал. То есть не надо там валик, и думать, что вот этим валиком там накатаете. То есть это не краска. Это надо понимать, что это шпаковка, и как бы она, даже если таким слоем не сильна, то это ничего страшного в этом нету. Не надо ее пытаться раскатать как раз. Это наоборот хорошо, потому что, как мы знаем, высыхание полимерной шпаклевки зависит в основном от, ну, три основных фактора имеют. Понятно, что это температура и влажность в помещении. Но третий, один из самых важных моментов, это толщина слоя. Чем толще слоя мы наносим, тем больше у нас открытое время работы материал. Если мы сразу раскатаем тонко, то, соответственно, у нас материал будет быстро схватиться, и мы будем не успевать работать. Приклеивание клея для стекло-холста, особенно если эта работа выполняется не стык-стык, а с прорезкой, а в открытое время работы материал на стене – это самый важный, пожалуй, факт. Опять же, при использовании валика и гриппоклейки стекло-холста на стадии разглаживания используем шпателя с жестким лезвием. То есть, если можно использовать шпатель, то есть, можно использовать шпатель для механизированного нанесения, но с лезвием не менее чем 0,5, для того, чтобы шпаклевку выдавить из-под холста. Вот видно, да? Шпаклевка проходит. Здесь, именно когда мы наносим аппаратом безлоздушного нанесения, конечно, мы делаем это намного равномернее, чем когда мы наносим валиком. И здесь, вот когда мы именно работаем с валиком, методом малой механизации, еще большее значение имеет структура стеклого окна, стекло-холста. Когда структура, соответственно, позволяет легко себе через себя подпускать полевой смысл под легки, мы сразу выравниваем плоскость. То есть мы не получаем проблем с плоскостью никакой. А когда, соответственно, структура стеклого окна очень плохо, пропускает через себя материал, а по сути мы можем выдавить излишки только через края, то здесь при работе с валиком это становится уже очень проблематично, добиться хорошей плоскости. И поэтому здесь еще тщательнее нужно подбирать полос. Но, как я рассказывал уже, раз, это полос от компании «Донагидс», здесь как раз при разработке учитывался этот фактор. Мы как раз и хотели сделать чехло-волокно, которое идеально, ну, которое тонкое, прочное, и при этом идеально пропускает через себя, через свою структуру вот это волокно. При всем при этом, оно имеет плоскость 40 грамм на метр, и является, ну, по сути, по нашему мнению, идеальным для приклеивания на готовую полимерную шпату. Опять же, при приклеивании лучше использовать проявочный свет или какие-то лампы. То есть, вот сейчас я раскладил, понятно, здесь есть какие-то моменты, мне кажется, что все как-то и достойно выглядит. Сейчас просветим лампой, а может, подержи, пожалуйста. Да, и вот под лампу уже можно видеть, да, там какие-то нюансы, вот вы сейчас уберете под свет вот под боковой, и точно у вас потом никаких проблем не будет. То есть, в мулярных работах очень важен, это конструктор, что ты делаешь. Здесь главное, конечно, это следить за тем, чтобы шпатлёпка не подсыхала на стыках, а лотен, это самый важный момент, и успевать, соответственно, стыковать листы, потому что если шпатлёпка на стыках подсохла, то это уже достаточно проблематично. Для того, чтобы, например, у вас на стыке слоев увеличить в себе время, вы можете себе стык слоев сразу до того, как стыкуете, просто накидать сюда так же шпатлёпкой, валиками накатать, у вас будет здесь толстый слой шпатлёпки. Технология какая-то, если намотишь валиком, например, вы, у вас там, ну, обычно это 270-280 высота, вы накатали, у вас полметра, то есть вы накатали где-то метр тридцать, приклеили, здесь у вас это скрали. А потом при дальнейшем нанесении вы эту шпатлёпку как бы обновили, когда начали так шпатать, опять с каким-то запасным, не надо там ровно здесь. Чем здесь будет меньше макияло, тем понадобится меньше времени, чтобы он завершился. То есть как бы не стесняемся, накатываем всё это. Ну, опять же повторюсь, что для качественного результата лучше такие действия выполнять вдвоём. Один работает наверху, второй не дно, так как всё с подручки, потому что одному во времени на приклеивание будет супер дольше просиделок, и момент заветривания может увеличиваться. То есть это можно конкурировать. Если, ну, по какой-то причине не смог приобрести спрей, не знаю, не нашёл, никакой ещё материал из нашей линейки мы рекомендуем для приклеивания светло-паста и для несения варьб. А также, как для рекомендации, у нас для панского действия у нас идёт или спрей, или супер финиш, это зелёная крышка. В принципе, и проблем нет, она подаётся практически в любом магазине. Она также прекрасно подходит эта паста для приклеивания поста. Так же с разбавлением всё то же самое, всё естественно. вы её наносите. Но там там то же самое, как бы не надо джет вкапывать как краску. Он тоже должен ну так быстро наносить и потом распределяете. То есть в основном главная ошибка, что пытаются мастера раскатать шпатлёвку. То есть пастёлка, если она лежит в слое, ничего в этом страшном нету, всё, что там в ней лишнее, вы просто потом это подрезали спать, и затем запрускирули. Ну, другими словами, изначально лучше нанести больше материала, а потом удалить излишки, чем если вы сразу будете носить тонкие слои. Если, допустим, у нас нет валика специализированного, да, который не ловнул, то можно носить шпатлёвку обычными валиками. Какие-то есть рекомендации по его выбору? Шпатлёвку что шпатлёвка должна быть от сантиметра. Обычно ребята кидают, кому-то даже вадики в фасад не больше нравится, чем вадики для механизированного нагрения. По мнению они берут больше материала, а дают лучше. Берут такой вадик такой хорошей шубой. Там есть даже побольше, вот это, по-моему, если я не ошибаюсь, 22-е, самые большие, а там есть хороцутки. Прям не стесняясь наваливать по стену быстро. Да, мы рекомендуем использовать обычные полиакриловые валики с ворсом не менее 10 мм. И при выборе валика учитывайте ширину ведра, из которого вы будете накидывать, чтобы вам было комфортно и с одной ведра тоже материал весь забирать. И меряйте ведро всегда не по вверху, а по низу, потому что книзу, учитывайте то, что книзу оно сажается. То есть валик должен вместе не шутка валика, не ширина, мы смотрим не ширину шутки валика, а с учетом пюгеля, да, вот этого. То есть это важно учитывать, чтобы потом оно комфортно работать. Ну, я предлагаю вот этой плоткости показать сплошное поклевание, так же, с помощью валика вот у нас подъявлено, да? Да, но это нанесение сейчас будет носить только демонстрационный характер. На самом деле, когда мы переймем теглокно, ну, я не рекомендовал впоследствии укрывочный слой носить с помощью валика, потому что если материал уже чуть-чуть подсох, его слой, то мы можем валиком подрывать теплого окна с него. Это только мы сейчас по сути имитируем сплошное нанесение валиком на поверхность. Чем после высыхания? Не после высыхания, а после того, как материал в анатоме вазу отталка. Просто здесь у нас время ограничено. Я так продемонстрировал, что как вообще выполняется сплошное шпакливание с помощью валик. Опять же, нанесли вот материал, не надо уже на вас катать. Сначала главное накидать. То есть у вас материал конструктор, потом мы его распределяем. Ну, здесь тоже такой большой плюс. Все-таки мы можем сразу большой участок покрыть нашего основания, поверхности и потом спокойно, легко использовать шпатели с толстым лезвием для заглаживания большой ширины. Когда мы работаем вручную, все-таки шпателями с... Ну, я знаю, что работают, но все-таки довольно-таки проблематично. Нужен определенный навык для того, чтобы широкими шпателями с тонким лезвиями лезвиями, вот такими, работать, найти материал на поверхности и распределять ее вручную. А с валиком, когда уже материал немного распределен по поверхности, уже для работы последующей, для заглаживания такими шпателями это гораздо удобнее. Совершенно верно сказал Александр, такими шпателями вручной лезвиями используются только для приглаживания материала, который уже нанесен на стену. Распределять таким шпателем можно, но, во-первых, это проблематично, и, во-вторых, все равно у вас есть риск того, чтобы какие-то наклоны расставить. То есть, для распределения материала, именно слои, когда вы базовые делаете, надо использовать жесткие, шпателями жесткими лезвиями, как видим, 0,5, 0,6, 0,7 поедет. Махатали. Махатали. Машьяничка. Мадесяц? Одинский. То есть вы нанесли материал, распределили его равномерно валиком, и этим лезвием вы не шпаклюете, только вот приглаживаете. Причем я вам хочу сказать, что чем меньше движений, тем лучше. То есть в идеале это не более трех движений на этот, ну по моему мнению. Потом вы можете каких-то вон наделать, еще раз какие-то дела. Если вам что-то не нравится, да, где-то там углы, вот этот момент, ну доработайте, она высохнет, и все, отдельно доработайте углы. Опять же, когда мы работаем с, ну наносим шпатлевку сразу большими участками, чтобы не допускать подсыхания материала, да, вот например, мы участок валиком нанесли, перешли в его заглаживание, да, какое-то время заглаживание у нас занимает. Чтобы у нас вот на стыке, на краях нанесенной шпатлевки она не подсыхала, зато, пока мы следующий участок будем наносить, мы можем вот здесь вот заглаживать не до конца, да, поставить небольшой вот этот вот участок и, соответственно, в толстом слое, и начинать уже от него, уже быстро накатывать, и потом вот будет легче вот этот вот слой свести.